По сообщению оперативного штаба при кабинете министров, за прошедшие сутки в Азербайджане зафиксировано 3 112 новых случаев заражения коронавирусом, 2923 человека вылечилось. Жизни 44 человек спасти не удалось. Напомним, до 31 января 2021 года в стране действует особый карантинный режим, а до 18 января в Баку и крупных городах страны для выхода на улицу граждане должны будут отправлять смс-уведомления. Кроме того, на территории республики приостанавливается деятельность сферы и оказание услуг, за исключением определенных соответствующим постановлением кабинета министров. Предоставление услуг клиентам во всех торговых точках, объектах общепита будут осуществляться только в режиме онлайн или путем доставки. Непростая ситуация и в других странах мира. С начала распространения коронавируса инфекция выявлена более чем у 73 миллионов жителей планеты. Свыше миллиона 600 тысяч человек скончались, выздоровели более 51 миллиона пациентов. Лидером по количеству подтвержденных случаев заражения остаются Соединенные Штаты Америки – около 16 миллионов человек. Число скончавшихся пациентов превысило 300 тысяч. В Германии с 16 декабря вводится жесткий локдаун, который продлится как минимум до 10 января. По всей стране закрываются магазины розничной торговли, за исключением продовольственных. В школах прекращается очное обучение, закрываются детские сады. На рождественские праздники разрешены встречи в узком семейном кругу – не более 9 человек. На Новый год же вводится запрет на массовые мероприятия. Гражданам рекомендуется отказаться от запуска фейерверков. Тем временем министр здравоохранения Германии Енш Пан полагает, что до конца лета 2021 года от коронавируса могут быть прибиты порядка 60% жителей страны. Наша цель – чтобы разрешение на применение вакцины было получено еще до Рождества, и чтобы мы еще в этом году смогли начать вакцинацию, в том числе и здесь, в Германии. Решение в конечном счете должно приниматься Европейским агентством лекарственных средств. Вечером 31 декабря до раннего утра 4 января в Турции будет действовать комендантский час. Накануне в стране зафиксировали около 27 тысяч случаев заражения COVID-19. Во Франции карантин с 15 декабря также заменят комендантским часом. Он будет действовать с 20.00 до 6 утра, в том числе в новогоднюю ночь. Начиная с этого дня французы смогут совершать поездки по всей стране. Музеи, кинотеатры и театры, которые власти предполагали открыть с 15 декабря, останутся закрытыми как минимум еще три недели, поскольку количество новых заражений не уменьшается. Нидерланды начали требовать отряда, въезжающих в страну отрицательной тесты на коронавирус. Граждане стран, не входящих в ЕС и шенгенскую зону по прибытии в Нидерланды с 15 декабря, должны будут предъявить отрицательный тест на коронавирус. Соответствующее постановление обнародовало нидерландское правительство. Речь идет о тех, кто прибывает в королевство по воздуху или морям из указанных государств, не входящих в список стран, безопасных с точки зрения распространения коронавирусной инфекции.